В библиотеке кафедры анатомии Саратовского государственного медицинского университета. Книжный фонд кафедры начал пополняться еще со времен первого заведующего нашей кафедры Николая Григорьевича Стальницкого. Николай Григорьевич заведовал кафедрой до 1930 года и передал кафедру своему преемнику с библиотекой, насчитывающей 181 экземпляр. Конечно, стоит заметить, что четверть этих книг не имели никакого отношения к анатомии, ни к смежим книг дисциплинам, а были посвящены истории ведения сельского хозяйства, физики, астрономии и другим дисциплинам. В премьерности Сергеевича Спиранском книжный фонд также пополнялся, особенно периодическими изданиями и комнаты, отведенные по библиотеку Сталма Лавата для такого объема книг. И по решению Владимира Николаевича Никольника, это уже 2004 год библиотека, переехала в эту просторную комнату, где мы сейчас с вами находимся. Особо ценные экземпляры в нашей библиотеке представлены в данном шкафу. Это книги конца 19 века, начала 20 века. Это, например, книги венского профессора Иосифа Гиртля. Также у нас имеются книги Гудерта Плюшки. Книги наших известных отечественных анатомов Дмитрия Николаевича Зернова, Петра Ивановича Корузина. В нашей библиотеке мы бережно храним книгу учета о поступлении трупного материала на кафедру анатомии человека. Она была заведена в 1909 году и содержит в себе сведения о фамилии, имени, отчестве человека, его возрасте, причине смерти, тех людей, тела которых используются во благе науки и учебной деятельности. Научным направлением нашей кафедры является храниология. Научное исследование в области изучения черепа в основном базируется на большой храниологической коллекции, состоящей из паспортизованных черепов. Черепа с известной возрастной и половой принадлежностью, а также с теми или другими заболеваниями, если они присутствуют у данного субъекта. Среди этих многочисленных черепов присутствуют очень редкие черепа. Например, у черепа ребенка с гидроцеполеей. Вы видите колоссальное преобладание мозгового отдела черепа над лицевым. Эти черепа используются лишь для научных исследований и не используются в учебном процессе. Эппараты выполнены моим отцом Анатолием Ивановичем Зайченко и представляют собой так называемые тотальные шлифы свода черепа. То есть черепа, у которых спилена наружная компактная пластинка. Благодаря чему мы видим вобщество и диплоические каналы. Знание об изменчивости диплоических каналов принципиально важно, так как известны случаи, когда человек умирал от кровотечения из диплоических вен. Вот перед нами такой череп ребенка, умершего от кровотечения из диплоических вен. Кроме этого, Анатолий Иванович Зайченко еще выполнил фронтальные распилы на девяти стандартных уровнях. Фронтальные распилы 250 черепов для изучения соотношения наружной компактной пластинки, внутренней компактной пластинки и дипло. Тоже очень редкие препараты с так называемым малюм синей или випариетали, то есть крайне истончению костей свода черепа в области теменных бугров. Когда вы видите в области семенных костей, наружная компактная пластинка и внутренние сливаются и достигают истончая степени папиросной бумаги. Уникальные черепа с искусственной деформацией черепа. Они принадлежат представителям сарнатских племян, которые жили на территории Среднего и Нижнего Поволжья в конце последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры. Продолжение следует... Мышцы мужчины зрелого возраста, все мышцы и головы, и шеи, и конечности, и туловища, показаны слабые места, пахвы, гетериня канала, ногачевая мышца, жирная талия. Вот я посетил 25 кафедр анатомии и такой красоты, как вот наш препарат, я нигде не встретил. Препарат изготовлен в 1938 году и вот висели такие вот пластиночки, вот они внизу показаны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После этого он покрывается шевлаком, после препарирования специальный лак, который вырабатывает червями. Делали это люди-энтузиасты нашей кафедры. Чистова Надежда Васильевна, Делицеева, Клава Николаевна. Все залы нашего музея – это анатомический театр. И здесь каждый препарат – это актер, который помогает студенту изучить самую важную дисциплину медицинских наук – анатомию. Сейчас перед нами препарат, который был изготовлен первым заведующим кафедром, профессором Стадницким. Это методика особая, предложенная профессором Стадницким, препарат желудочно-кишечного тракта и с особой методикой изготовления. В этом зале у нас представлены экспозиции систем внутренних органов, центральные нервные системы и органы, а также препараты, которые демонстрируют все сосуды и нервы тела человека. Препараты, которые были изготовлены первыми прозекторами кафедры Павличиком Рамляо. Это препарат глубоких сосудов и нервов головы и шеи. Все залы музея украшают художественные анатомические рисунки, выполненные прозектором Павличиком, краски на линолеуме. Эти картины дошли до нашего времени с 1909 года. Конечно, линолеум со временем стал трескаться, и поэтому поместили эти картины в итальянский багет, чтобы сохранить их для последующих поколений. Знача модулей экзамена по анатомии человека требует от студента хорошей подготовленности. И в этом нам помогает анатомический музей, в котором собраны более 2,5 тысяч препаратов. Посещая анатомический музей, вы должны быть уверены в том, что вы сдадите экзамены отлично. Посетить анатомический музей может каждый студент, желающий совершенствовать свои знания по анатомии. Здесь можно увидеть препараты не только на стеллажах, но и взять их в руки, изучить внутреннее и внешнее строение. Подготавливаясь к модулю у остеологии, я со своими одногруппниками пришла в музей. Здесь нам выдали различные кости, как верхних конечностей, нижних конечностей и позвонков. Я изучила анатомические особенности и сдала модуль на отлично. Как хорошо, что есть анатомический музей, который открыт для каждого студента. Наш музей «Кафедра нормальной анатомии человека» является одним из самых крупных музеев среди всех российских университетов. Его формирование началось еще с самого открытия нашего университета. Это 1909 год. И до сих пор пополнение наших экспонатов продолжает расти за счет того, что студенты вместе с своими преподавателями постоянно изготавливают новые препараты и экспонаты. На занятиях преподаватели своим студентам показывают препараты и экспонаты нашего музея, что, естественно, облегчает их учебный процесс и успеваемость, когда студент наглядно видит сам орган и его структуры. Мы находимся в зале, который посвящен тератологии. Тератология – это наука об уродствах, потому что от греческого термина «тератос» это и происходит. «Урод» – «тератос» переводится. И наш зал анатомического музея, в котором мы сейчас находимся, как раз и посвящен тератогенным уродствам. Но надо отметить, что интерес к врожденным аномалиям, порокам развития в человечестве присутствовал с древности, у человечества присутствовал с древности, с древних времен. И корни этого интереса уходят в глубокое прошлое. Рождение младенцев у родов вызывало появление различных суеверий, легенд. В средние века возникновение уродства связывали со сверхъестественными силами. И еще в XVII веке в Дании, в Испании, в Америке имели место случаи казни женщин, родивших детей уродов. И научные работы носили чисто описательный характер, но порой с фантастическими изображениями. Своеобразным аналогом Санкт-Петербургской кунсткамеры является и наш анатомический музей, а именно наш зал тертогенных уродств. Потому что в нашем зале анатомического музея представлено большое количество экспонатов со всевозможными пороками развития, аномалиями развития в связи как раз с воздействием на организм матери каких-то тертогенных факторов. Как правило, это влияние алкоголя. И это прием во время беременности лекарственных препаратов. Ну и, конечно, генной мутации. Это называется как бы сиамские близнецы. Разные варианты у нас присутствовать могут сиамских близнецов. В чем здесь смысл аномалии? Идет нарушение разделения однояйцевых близнецов то есть во внутриутробном периоде развития. Здесь мы видим с вами соединение плодов в области грудной клетки, то есть общие органы грудной клетки, и одна голова на двоих, то есть срослись и две головы в одну голову. Вот, и здесь присутствуют сразу и торак-апогеи, и крайний апогеид. Все экспонаты нашего анатомического музея, они используются в учебном процессе кафедры анатомии человека и в рамках профориентационной работы. Анатомической натруппы я, проходя, бросаю взгляд. Их лица высохшие тупо, глазами мутными глядят. В их коже жесткой и багровой уж не найти следов тепла. Они чуждые всего земного, они не люди, а тела. И в этот миг, как будто вея, могильный холод надо мной. И жить мне хочется сильнее, любить и верить всей душой. И чтобы струйки ледяные в моей не бегали крови, Спешу к тебе я, и живые, живые руки жму твои. Субтитры создавал DimaTorzok